Всем привет! Сегодня у нас второй выпуск нашей серии по постройке Форда. Но даже перестройки Форда мы переделываем бандпадж стол порядка в четвертый порядок. Значит, сегодня в съемке помогает нам Ростислав, потому что я в прошлый раз бегал как дурак тут с камеры и себя снимал. В общем, это сложно, короче, снимать и что-то делать при этом. Поэтому сегодня большинство процессов будет снимать сервис, показывать, помогать, короче, что мы делаем здесь. А именно, я, значит, приобрел недостающий инструмент, который мне нужен для разборки Форда. И, значит, мы сейчас вытекнем весь салон, оставим только торпеду и все на этом. И далее я расскажу самые популярные вопросы, отвечу на них. Это какие объемы были в бандпадж 6 порядка, какие стояли трубы, какой объем и как мы будем рассчитывать четвертый порядок. Вот. И, в общем-то, все. Ну и некоторые детали тут, короче, по тачке расскажу. Мы, в общем, 12.5.1 обходим. Мы будем менять ксенон на галоген. Мы немножечко причешем салон. Снимем еще, кстати, крышку. Нам надо будет снять распорку. В общем, время 5 часов вечера. И нам за этот вечер надо что-то успеть сегодня. Субтитры сделал DimaTorzok В общем, сняли мы седухи. Седухи снялись. Ну, не сказать, что прям вот капец легко, но, в общем, пришлось немножко потрудиться. Без инструмента здесь, конечно, вообще ничего не сделать. И я бы, конечно, здесь бы ковырялся бы со своими клинышками, отверточками и прочей ерундой. И сейчас мы будем приступать к следующей фазе. Мы вытаскиваем весь ковер отсюда. У нас остались пороги, ковер, коврики и центральная консоль. Сейчас снимем консоль и посмотрим, что там случилось за весь сезон. Живы ли наши провода. Это Данчук ко мне приехал и говорит, Андрюха, надо срочно снять эту угоху два по полтора. Ну, вот, пожалуйста, вот эта вот вся херня. А было все аккуратно проложено. Нет, ему надо было срочно прямо на парковке все снять. Ну, вот, пожалуйста, Володя. Я отсоединил все мелкие провода. Сейчас мы их уберем туда, чтобы они здесь не мешались. И сделаем только... Оставим провода так и силовые на дистрибутерах. И дальше уже начнем рассказать про Банпас. Дрил? Как Фокс? Работа двигается? Работа двигается? Фокс. Работа идет, да, Андреич? 108 умножить на 91 умножить на 20. Все равно получится моторами вверх, потому что очень маленькая высота. Но есть еще вариант какой? Есть еще вариант поставить здесь не горизонтально сабы, а под наклоном, под таким. И сейчас мы прикинем, можно ли так будет сделать. Ммм, какая какая-то... Если вот так вот... Что думать? Короче, если поставить вот так сабы... А мне хер нет. Нет, так тоже не получится. Вот так вот, да, получится. Я думал, сперва вот так. Вот таким образом. Так, значит, вернемся к тому моменту, когда меня спрашивали, какие у тебя объемы, какие у тебя там камеры, трубы, короче, в этом бонпасе. По факту все делалось на коленке и пилилось, тут перепиливалось. В общем, что-либо сказать. Вот прям вот тут такой объем, там такой объем. Я как бы, ну, не мог, потому что что-то двигал, что-то сдвигал. Где-то там мне не получалось сделать. Я делал по-другому. Ну, в общем, сейчас могу сказать, что здесь у меня была вот так вот сделана камера. Это первая камера FI в бонпасе шестого порядка. И трубы выходили, как вот видели на прошлом видео, трубы выходили туда в противоположную стенку в дальнюю. И закрытая камера, ой, вернее, не закрытая, а первая камера была порядка 180 литров. 180, даже, возможно, меньше, скорее всего, потому что там еще трубы очень много занимали. Ну, в общем, около того. И сам бонпас у меня 600, 650 где-то литров примерно. И вот, в общем-то, все оставшееся пространство было занято, соответственно, второй камерой. Ну, в общем, вот такие пропорции были. И что делаем сейчас? Мы сейчас сделали вот такую приспособу, с помощью которой мы будем измерять положение сабвуферов. И, в общем-то, померили, померили, и получается где-то примерно 200 литров, чуть больше даже получится первая камера, которую мы ужмем в любом случае. И оставшаяся, получается, 400 литров у нас вторая камера. Изначально вообще думал сделать расположение вот такое сабвуферов, горизонтально. Но я не очень хочу моторы опять вверх поднимать и затаскивать сабвуферы на горизонтальную площадь. Короче, хочется вот так сделать и моторами внутрь. Стыриваю идею Майкла. Главное, у меня так уже было. Посчитаю фанеру, которая нам нужна. В следующий раз мы поедем, нарежем фанеры, волеруа привезем. И, в принципе, можно будет уже приступать к сборке стенки под сабвуферы. И чего еще? И, соответственно, собирать уже лицевую часть банк-класса. Тогда запуск. Запуск? Ну, еще надо три раза, наверное, или два. Два раза надо еще приехать сюда и будем запускать. По факту, вот взять стенку сюда сейчас. Две распорки, стенка, две дырки, все. Оно уже валит. А здесь просто уже зашьем, господи, сколько надо. Столько надо, столько зашьем, столько надо, столько зашьем. И посмотрим, как оно повалит. Она не подошла. Слушай, а что не так пошло? Хорошо, вот деревяшка взяла, неправильно пилила. Пилила, чего у нас? Что-то мне это напоминает. По-моему, так стояли пятнашки здесь. В следующей серии мы обязательно соберем эту стенку, мы примерим сабвуферы уже. И, скорее всего, мы сделаем уже нагрузочную стенку. То есть, дело уже идет к завершению. Ростислав, который сегодня помогал, который героически держал свою камеру, прыгал в эту... Да-да-да, прыгал в камеру, ну вот, не побоюсь этого слова. В общем-то, пробовали сделать как можно интереснее серию, поэтому не забывайте подписываться. Ставьте колокольчики, там лайки и все тому подобное. В общем, обязательно поделитесь видосом, если он стал полезным, вдруг ни с того, ни с сего. Мы что-то дельное рассказали. Ну вот, обязательно поделитесь им. И, в общем-то, встретимся уже в следующей серии. Пока-пока.